Ребятушки, всем привет! Всех вас целую и люблю! До луны и обратно! В общем, ребятки, вчера на рынке. Вчера я показывала видео, мы ездили на рынок, Камилу одевали вчера. В общем, я набрала помидоры, сливки. Но я это все дело откладываю, буду готовить завтра, потому что сегодня у нас свекровка ко мне приехала, потом детей сегодня, кого гладить, кого собирать, в общем. И у нас сегодня вечером вечеринка. Хотим пожарить шашлык в честь, ну, как бы в честь 1 сентября. Сегодня 1 сентября, а линейки вообще будут завтра, потому что сегодня воскресенье, завтра понедельник. И вот эти овощи, они, в принципе, крепенькие такие. Это я все отложу на завтра. Завтра я уже Камилу отправлю в школу и сама буду себе тут спокойно вот это все перерабатывать. В общем, что я хочу сделать? Помидоры, перец, чеснок, всевозможную зелень. Все это через мясорубку перекрутить или на измельчитель, или через измельчитель. И просто заливаю в контейнеры одноразовые и поставлю в морозилку. Это у меня будет как заправка на борщ, куда-то еще добавить, на мясо. И, в общем, девчата, у нас сегодня вечером намечается шашлык, но это будет аж вечером. Вот, шашлык у меня я покупала индюшку, и вот эту индюшку я тогда разделала и сразу нарезала на кусочки на шашлык. И, в общем, ну, у меня все это дело заморожено. Это сейчас я вытаскиваю из пакета, оно у меня отойдет. Мы его замаринуем, и будет у нас вечерком шашлык, как бы, посвящен в честь первого сентября. Вот. А сейчас нужно что-то готовить, потому что мы дома. Мы дома, надо что-то готовить. Только позавтракали, только закончили, я только все убрала. И, в общем, когда вся семья дома, у нас завтрак перерастает в обед, обед перерастает в ужин. А на сейчас, девчата, буду готовить утку. Я вчера подбрала утку домашнюю. Такая красивенькая. И я ее хочу потушить. Целиком я тоже делаю иногда, но иногда. Целиком, знаете, все равно. Как подача на стол красивая. А так вот в плане... Мне кажется, она какая-то суховатая, когда ее просто в духовке делаешь. И поэтому я ее потушу, сварю пюре. И вот так вот у нас будет сегодня обед на всю семью. Уточка хорошая, чистенькая. Ну, в плане чистенькая, волос на ней нет. Я не люблю, когда это волосы, перья. И этот... Сейчас я ее разделаю, помою. И поставлю тушить. С подливкой, в общем, сделаю. Сварю пюре. Хочу утку сейчас поставлю. И покажу вам, девчата, что мы вчера Камиле купили в школу. Вчера не показывала. Ну, потому что там чуть-чуть что-то меряешь. Тут что-то меряешь. Руки заняты. Сами знаете, когда на рынке. Вечно с этими пакетами, пакетами. Это хорошо. И, почему кто-то подходил, у нас там все это дело забирал. И надо привести вещи в порядок. То есть разгладить, что-то подгладить, что-то померить. Что-то надо будет в ателье отвезти, подшить. В общем, вот такими делами сегодня заниматься. Хорошая уточка. И не сильно жирная. Но жирок чуть-чуть на ней есть. Хорошая, чистенькая. Ни пенечков, ничего нет. В общем, утка у нас килограмм 500 рублей. Вот эта утка у меня вышла на 2 килограмма на 1000 рублей. Зато это домашняя птица. Ну, а что, говядина сейчас сами же знаете, сколько стоит. До 700 почти доходит говядина. Нет, 700, по-моему, нет. 550 и 600, по-моему. Вот такая цена. Сама дорогая, по-моему, 600. Это мякоть. Попку жопку эту отрезать. Так, ну ладно, занимаюсь я, девчата, сделкой. Потом включимся. Все, с уткой я, девчата, покончила. В общем, она крепкая. Это, конечно же, не бролер. Тут надо прям косточки было перерубливать. Это бролера одним ножом порезала. И все, и там и кости даже режутся. В общем, я, знаете, на чем жарить буду? Я вот так жирок этот срезала с нее. И на ее же жиру и пожарю. То есть никакого масла я добавлять не буду. В общем, на то продукт. Так. Этот жирок, он чуть-чуть вытопится. И на нем я пожарю. И на нем я добавляю. Слегка, девчата, обжарила. Вместе с рукам. Вот. И теперь, что я хочу сделать. Также по методу пункт, я как-то говядину делала. Ребра так не понравилось. Всем понравилось. Я и воды не доливала. И оно на своем собственном соку, на овощах, они у меня тушились. Также я хочу сделать и с уткой. Здесь у меня порезан перец болгарский, помидоры, сливки. Так. Чеснок сюда. И вот на это все дело, я забуду часа на полтора. Лаврушку сюда. На медленный огонь и пускай оно там тушится. Присыплю адыгейской солью. Перец добавлю в горошком. Будет шикарно. Все, крышку накрываю и делаю медленный-медленный огонь. Так, девчата, меряем вещи. В общем, первое, что мы купили, вот такой сарафан. Привет. В общем, его можно и с длинным рукавом одевать на рубашку, и с коротким рукавом. Вот, допустим, утром и вечером прохладно у нас сейчас. Ну, как прохладно? Прям не прохладно, но так, слегка ветерок, допустим, да? А днем жарко. Вот сейчас жара стоит. Конечно, с длинным рукавом и не оденешь. И, в общем, сарафан можно трансформировать под разные рубашки. Да, Камила? Единственное, хлястики вот эти надо мне там перешить их, чтобы они с нее не спадали. А так сарафан по фигуре сел. Хорошо, все отлично. Ну, под колготки еще, да, Камила? Так, снимай. Теперь лук следующий, второй. В общем, у нас три формы. Мы вчера юбку взяли, сарафан и брюки с рубашкой. И плюс у нас еще рубашки есть, и плюс у нас есть еще одни брюки. Ну, в общем, вчера мы, можно сказать, три формы купили. Можно их разные менять, и плюс еще брюки у тебя есть, да? В общем, четыре раза в неделю можно в разной одежде ходить. Лук номер два. Купили юбку. Под эту юбку также можно одевать всякие разные. Камила, ровно стой. Да, вот так выпрямо-прямо сидит. В общем, тоже под нее можно будет одевать. И, кстати, у нас еще жилетка есть. Жилетка тоже подойдет под эту юбку. И можно также одевать и с коротким рукавом, и с длинным рукавом. И в жилетку можно сверху на рубашку одеть. Также сверху кофточку можно одеть. А юбка синяя, ну-ка, Камила, подойди ближе. А внизу она, знаете, вот каким-то бисером расшита. Вот видите, стразами, да, вот такими вот. Они такие не кричащие, но в то же время, вот когда идешь, они так как-то переливаются. Еще шурчат. Да, туфли купили. А те туфли тоже, да, еще как раз. Угу. Потому что, ну, те тоже надо померить. По-моему, те тоже как раз. Ну, ты довольна? Угу. И лук номер три. Это оверсайз. Это Камиле. Камиле больше всех нравится. Это она выбирала сама. Она бы завтра в нем пошла. Все вот такое мешковатое. А ну, повернись сзади. В общем, рубашка идет длиннее, чем перед. Брюки тоже вот такие вот шаровары-шаровары. Вот. Но завтра, нет, но завтра пойдешь в этом, в сарафане. То есть, как девочка-девочка. А уже вот это будешь одевать потом. Ну, чуть-чуть попозже. Я хочу брюки подшить. Она нет, не подшивая. Ну, вот подойди ближе. Нормально? Даже Нана подтверждает. Не надо? Даже, говорит, Нана подтверждает. Я хотела чуть подшить. Ну, вообще, на туфлях ничего так. Ну, ладно. Ну, ладно. Раз Нана сказала, не надо. Значит, не надо. А ну, повернись. Ну, это да, это мы мерили с этим. С рубашкой. Ой, там три формы у нее. И сарафан, и юбка, и вот это еще третья. Еще и кофт с токой, и брюки еще одни есть. В общем, хоть каждый день меняй разное все. На всю неделю. Ну, под рубашку надо маечку одевать. Или топик, или маечку. Рубашка хлопковая такая. Это да, хорошая. Это где купили? Это я в том году покупала. Одевала несколько раз в том году. Так, ну и кроссовки купили. И все на этом, девчата. Вчера уже, ну как, остальное будем потихоньку докупать. Потому что спортивный костюм покупать у нас еще жарко. Нам всегда надо два спортивных костюма. Один, который потеплее на зиму. И тот, который сейчас, они занимаются на стадионе. Сейчас жарко. Сейчас надо ей такую футболочку и... Брюки подними. Ты на борщу одела? Надо... Ну, вообще да, она в слитке есть эти. Я покупала капроновые. Да, капроновые всегда одевают. А то она, это, сельку, вот, когда на голову ногу одеваешься... Прилипать нога будет? Да. Прилипает? Уже прилипает. А? Уже прилипает. Ну и, в общем, портфель купили, все купили. Мы готовы. Осталось только вот нагладиться. Сейчас наглажу это все, развешу. И все, к школе мы готовы. А остальное там, кто, что... А это где купили? Это вчера мы на рынке. Ну, по рынку. Но вчера покупали на рынке и по магазинам. Показывать? А? Показывать, покажи. Покажи, покажи портфель. И остальное по мелочи. В общем, уже группы наши активировались. Школьная группа уже там открыла сообщение, как книгу можно прочитать. Сейчас Тимура группа. Но Тимура и Алинина группа, они более такие сдержанные. Там мало всего пишут. У Камилы там, да, сейчас начнется. Переговоры. Сейчас вот девчата поехали. Там цветы. Цветы, в общем, решили так. Цветы. Портфель. Да, портфель большой. Так уже книг столько. Сейчас же новые предметы пошли, пятый класс. И этот. И уже пошли. А цветы мы все скинулись. То есть будет один букет от всего класса. То есть каждый с цветами не пойдет, что, как говорится, очень хорошо. А ну, одевай портфель. Она сама выбрала. Сейчас же уже она все, уже тоже начинает выделываться. Хочу то, хочу это. Там и розовые были, и цветные были. А ей вот оно такое, однотонное все. Нравится. Сама выбирала. Сама пойдет. Ты не пачкала. Да, а ну, повернись. Повернись. Завтра прическу сделаем какую-нибудь. Ну, как, волосы заплетем. Только не ведро. Не ведро, да. Там одна прическа есть. Она ведро ее называет. Я такую корзину плету. И этот. Она говорит, ведро мне не надо. И заколочки. Ну, так вообще резинки есть. И заколочки такие вот обновить. А не видите, какие на заколках. Ну, в общем, все. Мы к школе готовы. Ну, а представьте, это хорошо, сейчас мы ее одну одеваем. А если когда и Тимура, и Алину, когда, помните, одевали? И Тимура, и Алину, и Камила тут в садик, и всех троих. Это с ума сойти. И с ума сойти, и по деньгам, и с ума сойти. Вот это с каждым там, каждого выслушай. Тому то нравится, и тому это нравится. И этот. И все это привези. И всех это их разгладь, разодень. А Тимур, Алина, они уже сами одеваются. Слава Богу. Алина, здорово. Да. Все красиво, все так подходит. В общем, вот такие вот дела. Все, овощи, сок пустили. И видите, в собственном соку она стоит. Тушится.